Вирус гепатита В 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 Адце Вирус гепатит В То есть это основная мишень для нейтрализующих антител, которая, к счастью, является не единственной в HBS антигене. Такие мутации известны, они приводят к изменению конформации иммуногенных эпитопов. И, соответственно, антитела, будь то поствакцинальные антитела или антитела, которые используются для детекции HBS антигена в сирологических тестах, не могут связываться с таким измененным вирусом, с таким измененным белком. И в результате мы будем получать или отрицательный результат при тестировании на HBS антиген, или можем получать так называемую прорывную инфекцию в случае, когда такой мутантный вирус попадает в вакцинированный организм. Такая проблема может представлять большую достаточную угрозу и для программы вакцины профилактики, с одной стороны, а с другой стороны для диагностики. И в свое время, когда начинались как раз программы массовой вакцины профилактики, возникновала такая гипотетическая угроза. А ну, как вот такие мутантные варианты, собственно говоря, и нарушат все наши планы по контролю, по предотвращению инфекции, вызванной гепатитом В. На самом деле это не произошло, и мы сами понимаем, что в настоящее время практически не регистрируются случаи заболевания гепатитом В среди вакцинированных лиц. Но, тем не менее, есть данные из стран, например, из Тайваня, где достаточно долго дольше, чем в Российской Федерации, существует программа вакцины профилактики. Там вакцинация начиналась еще в 80-е годы с использованием плазменных и нерекомбинантных вакцин. Так вот, на Тайване, например, частота выявления разных мутаций, связанных с аналогическим бексом, достаточно высока. Опять же, вопрос, насколько такие мутантные формы могут повлиять на диагностику, поскольку основной серологический маркер HBS-антиген мы смотрим в реакциях, связанных как раз со связыванием с моноклональными антителами. Вот в качестве иллюстрации я привел данные одной из последних крупных работ в США, как раз по встречаемости вируса гепатита В среди доноров крови. Было обследовано порядка 35 миллионов донаций. Здесь представлена частота вообще выявлений положительных по вирусу гепатита В, по ДНК положительных донаций. Достаточно невысокие показатели, но тем не менее. Так вот, здесь показано на такой круговой гистограмме общее количество всех случаев выявления вируса гепатита В среди доноров крови первичных. Как мы с вами видим, почти 75% в три четверти имеют стандартную инфекцию, которая подтверждается выявлением ДНК, HBS-антигены и анти-HB-кор. Чуть меньше 5% это так называемый недавний, новый случай инфекции, когда выявляется ДНК вируса гепатита В, HBS-антиген вируса гепатита В, но при этом антикор еще не выявляются. Мы понимаем, что антитела вырабатываются чуть позже, после попадания вируса в организм. И более 20% приходится как раз на так называемую скрытую форму инфекции, оккультную форму инфекции, когда мы выявляем ДНК, но не выявляем HBS-антиген при наличии антикор, свидетельствующих о встрече организма с вирусом. Для того, чтобы понять, насколько велик вклад именно мутантных форм вирусов в формирование такого HBS-антигена негативной инфекции, удалось просеквенировать только 10 образцов из всего количества, более чем 500 образцов. Не все они были доступны в достаточно количестве, были заархивированы и так далее. И только в половине из 10 случаев были выявлены какие-либо замены в А-детерминате. То есть в половине случаев замены не были выявлены вообще. Вот здесь как раз показано выравнивание, ламенты последовательности красным выделены, последовательности выделены от доноров положительных по HBS-антигену, а серым как раз от случаев скрытого гепатита B, скрытый HBS-антиген негативной инфекции. Учитывая, что вирус гепатита B вообще очень полиморфный, и в том числе в гене, кодирующий поверхностный белок, возможны разные аминокислотные замены, мы сами видим, что у HBS-антиген положительных доноров было достаточное количество замен, в том числе в участках, которые кодируют HBS-антигены А-детерминат. Но тем не менее, мы видим, что общее количество замен среди HBS-антиген негативных доноров значительно выше, и есть замены, ну такие как замена в 145-й позиции, о которой точно известно, что она очень сильно меняет антигенные свойства HBS-антигена и может как раз приводить к монологическому бегству. Важным вопросом как раз и является, насколько современные тест-системы способны выявлять такие мутантные формы. Еще достаточно много лет назад была работа начата в 2012 году, мы стали использовать несколько контрольных панелей для оценки собственно способности разных тест-систем разных производителей выявлять HBS-антиген. Первая панель была разработкой диагностических систем, это были рекомбинантные варианты HBS-антигена, экспрессированные в дрожжевых клетках. Они несли разные замены, в том числе 145-ю замену, для которых как раз известно их клиническая значимость, способность вызывать иммунологическое бегство. Все эти варианты были представлены в рекомбинантной панели в двух разведениях, и мы с вами видим, что показатели коэффициента позитивности для разных тест-систем при использовании, при тестировании разных образцов, содержащих разные замены, даже при максимальном разведении, были достаточно высокие. То есть на рекомбинантных панелях все замечательно, все эти системы с высоким коэффициентом позитивности выявляют мутантные формы. Далее мы использовали другую панель разработки уже вектора Беста, которая содержала как раз нативные сыворотки, а не рекомбинантные белки, содержащие разные сиротипы HBS антигена, а кроме того, три мутантных формы, имеющие наиболее частое и клиническое значение. Это 134-я замена, 143-я и 145-я. Использовались концентрации довольно низкие, это 0,1 международных единиц на литр и 0,05. И вот здесь мы уже видим различия. Во-первых, различия в показателях коэффициентов позитивности для разных вариантов. И кроме того, одна из тест-систем, которая была способна выявить рекомбинантный вариант такого мутантного HBS антигена, не справилась с выявлением нативного образца, содержащего вирус, несущий такую замену. То есть это говорит о том, что для контроля качества выявления мутантных форм HBS антигена нам очень важно использовать именно панели реальных сывороток, клинические варианты, которые содержат разные сероварианты мутантной формы. И, конечно же, все современные тест-системы должны обладать высокой чувствительностью, специфичностью и, конечно же, должны позволять выявлять вот такие скользающие от диагностики мутантные формы HBS антигена. Кроме того, нас заинтересовало вообще, как в условиях реальной практики получают ли такие мутантные формы преимущества, способны ли они ускользать от вакцинопрофилактики, от диагностики и способны ли они широко распространиться в общей популяции. Соответственно, мы провели такое исследование с нашими якутскими коллегами. Во-первых, почему именно Якутия? С одной стороны, это один из эндемичных регионов по гепатиту В, потому что там высокие показатели заболеваемости хроническим гепатитом В. Мы сами видим, что они в разы превышают показатели, регистрируемые в средней по стране. Достаточно широкая распространенность в общей популяции, частота выявления больше 5% в общей популяции. И, кроме того, это один из редких регионов в нашей стране, где не доминирует генотип D, а с достаточно высокой частотой встречается генотип A. Соответственно, у нас были образцы, полученные в 2008 году, то есть через 10 лет после начала программы массовой вакцинации новорожденных, и заодно именно в 1998 году был зарегистрирован первый нуклеозидный нуклеотидный аналог, это ламевудин для терапии хронического гепатита В. И вторая точка сбора образцов, это был 2018 год. И, соответственно, мы секвенировали, анализировали фрагмент вирусного генома размером 700 нуклеотидов, который как раз перекрывает поверхностный белок, малый HBS-антиген, и заодно тот участок вирусной полимеразы, в котором чаще всего возникают и мутации лекарственной резистентности. То есть мы, секвенировав один фрагмент, могли убить двух зайцев. И, соответственно, что мы получили? Во-первых, мы обнаружили некое увеличение доли генотипа D в течение 10 лет с 2008 по 2018 год. Что важно с точки зрения мутации иммунологического бегства, не произошло какого-либо достоверного изменения по частоте выявления этих мутаций. То есть мы четко можем сказать, что за 20 лет вакцины профилактики, даже в таком регионе, где большое количество потенциальных источников инфекции, широкого распространения, более широкого, чем это изначально существовало, не произошло. Но мы отметили, суммировав все данные за все годы наблюдения, что при генотипе D и, соответственно, сиротипе AY, такие мутации иммунологического бегства выявляются достоверно чаще по сравнению с генотипом A и, соответственно, с сиротипом AD. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Кроме того, на данном слайде как раз представлены уже спектр мутаций, которые мы выявляли в 2008 и 2018 году. Мы видим, что ни в одном из случаев не были выявлены замены в 145, 142, 144 позиции аминокислоты. Но тем не менее, другие мутации были представлены достаточно широко, в первую очередь, замены в 118 позиции. Кроме того, как я уже говорил, лекарственная терапия, которая может, в свою очередь, приводить к отбору селекции лекарственно-резистентных вариантов вируса, может провоцировать изменения в HBS-интигене. Вот данная литература, это большое исследование, которое проводилось в Италии, было опубликовано в прошлом году. Это наблюдение как раз за пациентами, большой когортой пациентов, которые получали длительное время, мы с вами уже знаем, что это терапия пожизненная практически, нуклеозидными, нуклеотидными аналогами. И мы видим, что частота выявления замен в HBS-интигене, связанной как раз с иммунологическим бегством, составляет чуть больше 20% и, в принципе, соответствует тем данным, которые мы получили в Якутии. Опять же, среди пациентов с генотипом D эти мутации встречались чаще. Кроме того, в этом исследовании смотрели как раз те замены, которые возникают в HBS-интигене при возникновении мутации лекарственной резистентности, в случае перекрывания их. И оказалось, что также значительно уже по 30%. И наоборот, при генотипе А такие двойные мутации возникают чаще и наблюдаются. И опять же, не наблюдалось какого-либо роста в частоте выявления подобных мутаций в течение многих лет. Показатели, которые были получены до 2003 года, были точно такими же, как были получены спустя 5 и более лет. Вот что у нас получилось как раз по мутациям лекарственной резистентности. Мы также, как и с мутациями иммунологического бегства, не увидели какого-либо прироста. Различия были недостоверными через 20 лет после регистрации лимивудина как первого препарата для лечения хронического гепатита В. Вот здесь представлен спектр этих замен. Была выявлена в одном случае в 2018 году замена наиболее важной в АМДД-мотиве. Это позиция 204. И как раз такая замена приводит к изменениям в HBS-антигене. Правда, за пределами АД-детерминанта. И еще одна замена также была в HBS-антигене, спровоцирована заменой, связанной с лекарственной резистентностью. О чем это все говорит? В первую очередь о том, что, к счастью, не произошло какого-либо увеличения доли мутантных форм вируса на протяжении последних 20 лет как с точки зрения иммунологического бегства, так и с точки зрения лекарственной резистентности. Объяснений тут может быть достаточно много. Но, с одной стороны, что касается лекарственной резистентности, то широта применения нуклеозидных аналогов первого поколения, таких как лимивудин и аденфавир, была достаточно невысока. В настоящее время в клинической практике используется в основном энтокавир и этенофавир, который достаточно редко или практически не провоцирует селекцию лекарственно-резистентных вариантов. К счастью, это действительно очень хорошо, потому что уже сегодня показывала Юлия Вячеславовна слайд о широте распространения, например, в Китае, замен, связанных с резистентностью к лимивудину, где-то показатель превышает 70%. Что же касается мутации иммунологического бегства, то, по-видимому, как раз в нашей стране, где очень высокий охват вакцинации не только новорожденных, но и взрослых, это привело к формированию большой иммунной прослойки сразу в очень короткие временные сроки, что в достаточной степени ограничило способность вируса эволюционировать. То есть большое количество невосприимчивых лиц привело к тому, что вирус не успел так распространиться с точки обладающей лекарственно-резистентными вариантами. И в заключение хочу поблагодарить всех своих коллег, и соавторов этого доклада. Спасибо большое.